МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместитель начальника полиции по охране общественного порядка линейного отдела МВД России на станции Тверь. Подполковник полиции Виталий Александрович, здравствуйте. Добрый день. Владислав Сергеевич Волков, главный инженер Тверской дистанции пути ОАО «Российские железные дороги». Владислав Сергеевич, добрый день. Добрый день. И Матвей Анатольевич Степанов, Тверской межрайонный транспортный прокурор, старший советник юстиции. Матвей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. У нас повод такой, который, наверное, заинтересует многих горожан, тема сегодняшнего разговора. Несколько дней назад буквально, наверное, недели назад, недели назад, ну, это была, наверное, середина января, вот я выезжала, была прокурорская проверка участка железнодорожного пути в районе Красной Поляны. Красную Поляну многие жители Твери знают. Это комсомольская роща, место, излюбленное место отдыха. И вот признаться, я не ожидала, что там вот такая есть народная тропа через железнодорожные пути. И тропа эта крайне оживлена. Очень много людей ходит. Причем ходят и пожилые, и молодые, и с детьми, и спортсмены, и просто так, что называется. И меня очень удивило отношение людей к представителям власти, так бы сказала. Вот ответ был один, когда к тебе подходят сотрудники в форме и говорят, вы знаете, здесь очень опасно ходить. И люди отбиваются, говорят, а мы ходили, аргумент какой, и ходить будем. Ходили 20-30 лет и уходят. Чуть ли палками не отбиваются, если идут лыжники. Вот давайте поговорим об этом, почему это опасно, как быть в этой ситуации, и что вообще происходит в области, вот на примере, вот этой вот Красной Поляны. Матвей Анатольевич, начнем с вас, потому что эту прокурорскую проверку инициировал звонок в Москву жителя Тверского региона, насколько мне известно. Да, не звонок. У нас был организован прием по видеоконференц-связи граждан жителей Тверской области перед московским межрегиональным транспортным прокурором Букревием Константином Николаевичем. На прием обратился один из жителей Твери, который затронул эту ситуацию, что гуляют с детьми, некоторые дети даже могут с горки скатиться в сторону железной дороги. И, соответственно, этот вопрос был вынесен на уровень нашего руководства. В настоящее время эта проверка до настоящего времени проводится. Надо сказать, что это не так, что вот он сейчас обратился и только сейчас зашевелились. Мы отрабатываем подобные участки постоянно. Соответственно, в основном проверки эти проводятся не по обращениям граждан. У вас же тоже существует какой-то и график работы, и планы. Вы знаете опасные участки. У нас постоянно идет работа по безопасности движения и по противодействию непроизводственному травматизму, который касается. Причем эта работа организуется в основном совместно органами прокуратуры, МВД и железнодорожными организациями. Но фактически представители этих организаций все сегодня находятся в нашей ситуации. Да, здесь нет только Балаговских подразделений, у которых другой участок. Но, в принципе, это по всей Тверской области действительно так происходит. И у нас анализируются абсолютно все причины каждого травмирования. В транспортной прокуратуре ведется реестр случаев непроизводственного травматизма. По каждому случаю мы проводим проверки. И, соответственно, выезжаем на места, где это происходит, с представителями наших коллег. Вот я, кстати, вас перебью. Вы сказали, что там вот такой характерный, очень часто, если выходить с Красной Поляны, и сразу попадаешь вот в такое, то, что вот видела я, вот такое в заборе вот такая, да, ну мы еще скажем, как это забивалось, и сразу идет горка. И эта горка моментально попадает, человек даже не успеет очухаться, что называется, он попадает сразу непосредственно на железнодорожные пути. С одной и с другой стороны. Да, вот такая впадина. Там углубление, ну да, действительно, впадина, и, в принципе, по краям железной дороги идут возвышения. И, собственно, зона отдыха, что с той, что с другой стороны, они на возвышении. И если попадаешь туда, там уже, чтобы уйти с железной дороги, надо, соответственно, совершить определенный подъем, причем упирается человек сразу в забор железнодорожного ограждения. Там действительно очень опасное место. Вот, и даже когда мы там работали, вот я все это снимала на видеокамеру, было очень скользко. Подскользнуться, и ты прямо как с горки летишь туда. И сразу, и вот, и когда подходит даже та же самая электричка, она все равно идет быстро, ее незаметно? Да, действительно. Нет, ее заметно, но просто среагировать, они думают, что они быстро могут уйти, но это достаточно затруднительно. И показательно то, что в прошлом году у нас была девушка там травмирована. К счастью, она стала жива, но травмы были очень тяжелые. Она делала там селфи. Селфи, вот да, молодежь? Аналогичные участки, которые имеют очень большую опасность по Твери, это то же самое у нас есть Горбатка, в районе Горбатого моста, где переходит к областной больнице. Ну, там традиционно тоже по железнодорожным путям. Да, в районе прямо Горбатого моста, хотя есть мост, рядом пройти-то, в общем-то, не такая проблема. И другой тоже традиционно сложный участок, опять же, под мостом, где есть возможность перейти, это в районе Крупского моста. Постоянно вывешиваются запрещающие знаки, завариваются ограждения, в том числе по нашим мерам реагирования. Строить там специальный переход, учитывая опасный участок, нельзя. Да и технологически там мосты рядом находятся не обоснованно, и смысла нет. Там рядом находится место, где можно перейти дорогу безопасно. Давайте мы о том, что вообще возможно, мы еще впереди поговорим. Владислав Сергеевич, непосредственно Тверская дистанция пути, да, отвечает за безопасность людей вот на этом участке? Нет, мы отвечаем за безопасность людей, которые едут на подвижном составе. Которые непосредственно двигаются по железной дороге, да? Да. Также ограждение границ железной дороги, полосы отвода, мы обеспечиваем его сохранность. То есть мы ремонтируем, мы вешаем информационные стенды, таблички, плакаты. Но, к сожалению, граждане наши это все приводят в несоответствие. Вот тот же самый Красную Поляну, вот этот участок, о котором мы сейчас говорим, ведь буквально перед Новым годом, вы говорили, да, там заваривалось аж. Да, да, мы регулярно у нас вот с этим местом ведем, можно сказать, войну, потому что наши работники, мы даже вызывали туда представителей ЛОВД, чтобы они совместно с нами помогли нам, так сказать, заварить это место, восстановить целостность рамносетчатого ограждения, чтобы жители местные не препятствовали. Но, к сожалению, самое долгое, на что хватает, это две недели этого целостности рамносетчатого ограждения. Это прямо вот выламывают? Выламывают. Как же заваренные участки металла? Выламывают, срезают, приносят приспособления, обрезают. Вандализм. И таблички, да, вот, кстати, вот одну женщину, которую остановили, спрашивают, почему вы здесь, это опасно. Здесь нету табличек. Ей объясняют, висели, нету, вот сами же жители срывают таблички. Ничего не хочет человек понимать. Уважаемые друзья, мы сейчас давайте прерывнемся на небольшой перерыв, и потом вновь вернемся в студию. Не переключайтесь. Здравствуйте, еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». Сегодня говорим о безопасности жителей региона при переходе железнодорожных путей и что многие пренебрегают правилами, элементарными правилами безопасности и переходят абы где, где это, мягко говоря, не положено. Владислав Сергеевич, мы говорили с вами до перерыва, что представители РЖД разные меры предпринимали, даже заваривали вот эти отверстия в заборе. Кстати, эти отверстия в заборе, они технологически необходимы для того, чтобы пройти для чистки дорог, для чего-то, а пользуются этим люди? Нет, мы уже в свое время был эксперимент. Делали так называемые технологические отверстия в виде рамки, как калитка. Ставили туда пружину, замочек, чтобы люди закрывали за собой, если уж они переходят, чтобы не занимались порчей имущества. Но, к сожалению, так же хватило на один день. После этого мы этот эксперимент закрыли, стали все заваривать. Но, к сожалению, к сожалению, еще раз, к глубочайшему сожалению, люди ломают и идут напролом. Это ломают, да, вот что, логика, чем движется? Это просто потому, что удобнее и быстрее? Или как? Ну, я думаю, да. Удобнее и быстрее. Вот они привыкли сто лет там ходить, они как бы и идут в этом направлении. Помимо того, ежемесячно туда вывешиваем информационные таблички, что проход запрещен, что есть ответственность за порчу имущества, за нахождение на железнодорожных путях, что это опасно для вашей жизни. Но люди идут, просто ломают и срывают эти информационные таблички и приводят их в непотребный вид. Если человека поймать за руку, были такие случаи, что вот при вот этой, при процессе поломки имущества кого-то схватили за руку или здесь тоже все-таки лес, такой неосвещенный в чем-то участок, да, сложно, наверное, поймать? Ну, сложно поймать, потому что, во-первых, чаще всего это молодые люди, которые идут, отрывают и переходят. Как бы мы с прокуратурой и с ЛОВД регулярно проводим рейды совместные по, и включая этот участок, и станцию Тверь, это под Крупским мостом злополучная та же тропа в областную больницу. И под Крупским мостом это постоянно везде одно и то же. Люди не понимают, Крупский мост отремонтировали, сделали хорошие тротуары, шикарные там, лестничные марши. Дорожки асфальтированные. Нет, люди идут под мостом, нарушая все правила нахождения на железнодорожных путях, нарушая собственную безопасность, пренебрегая ею. Так что тут, я не знаю, мы с ЛОВД раз в месяц и с представителями охранных предприятий проводим совещания, выезжаем на места вот эти, проводим профилактические беседы, предупредительные. Как бы многие люди реагируют правильно, понимают, что это опасно, нахождение в зоне железнодорожного состава. А многие, как бы, ну, послушали и ушли, не воспринимают эту информацию так, как она должна. Это вот вы говорите, послушали и ушли, Владислав Сергеевич, это вот как я, вот мы когда снимали рейд на Красную Поляну, есть такие, что и не послушали, не ушли, а убежали. Потому что там спортсменов много, они как бежали вперед, отмахнулись от сотрудников, да. Виталий Александрович, вот ваши представители линейного отдела, да, работают молодые, вот парень с девушкой, вот они никуда, вот они просто тоже хотят донести, что это реально опасно. Отмахиваются, убегают, а то и отталкивают. Вот такое отношение людей, что это такое? Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что железная дорога, это является объект повышенной опасности, просто не все люди это понимают, и почему-то они думают, что беда их, скорее всего, не коснется, а касается других. В основном, опять же, обращу внимание, что проход осуществляют те люди, которые ходят там постоянно, практически, в одном и том же месте, как мы уже акцентировали внимание на трех участках, так сказать, нашего обслуживания. Выезжаем постоянно, и люди некоторые недопонимают, что наша сама цель снизить травматизм и опасность граждан, что мы как бы переживаем за их здоровье и жизнь, а некоторые думают, что мы там стоим и делаем показатели. То есть вот как... Да, вот остановили, остановили одного человека, вот так вот себе там где-то пометили, все, с одним побеседовали, да, галочка стоит. Ну да, типа отчитались, вот такого плана, хотя это в корне неверно. Мы наоборот, чтобы практически было, ну, не было травм, оно все равно будет, но мы идем к тому, чтобы оно снижается у нас периодически с года в год, бывает иногда в силу ряда обстоятельств чуть может поднимется, но мы нацелены на то, чтобы практически искоренить это. То есть мы работаем именно в этом направлении. В основном идет профилактическая работа, то есть мы гражданам разъясняем, предупреждаем, и только уже, ну, в крайних случаях привлекаем к ответственности по статье административного кодекса. Вот, кстати, до эфира мы с вами, Виталий Александрович, когда говорили, обсуждали эту проблему, вы правильную аналогию провели. Вот за этим же круглым столом мы постоянно говорим о безопасности дорожного движения с сотрудниками ГАИ, это все равно, что на оживленной трассе, на той же М-10, выйти и пойти, а вось я пробегу между фурами, там, между вот этим чащимся транспортом. Да, но если вот проводить аналогию, люди почему-то удивляются, почему их останавливают. Вот здесь нет табличек, где железная дорога, но почему-то, когда их останавливают сотрудники ГИБДД, где они осуществляют переход автомобильной дороги в неположенном месте, они почему-то очень, ну, крайне редко удивляются. То есть люди как бы с детства привыкли уже, что дорогу переходить нельзя, автомобильную, а на железную дорогу почему такое отношение, я не могу сказать. Причем, если мы с несовершеннолетними проводим постоянно работу, то есть в школах, беседах проводим, в коллективах, выступаем на телевидении, в средствах массовой информации, работа ведется, то в основном проблема возникает именно, как вы сказали, с теми людьми, которые возраст уже старше 40-60. В основном один ответ, я здесь ходил 30 лет, мне здесь удобно, меня все устраивает, я буду здесь ходить, не надо ко мне приставать. Хотя люди не понимают, что своим поведением они не только себя подвергают опасности, но и также других. С учетом того, что если, допустим, взять электропоезд, и машинист будет применять экстренные торможения для того, чтобы спасти жизнь человеку, который вышел на рельс, если он увидит этого человека, в пределах видимости, если не сразу, он будет предпринимать меры, соответственно, то все люди, которые едут в составе, они могут получить из-за этого травму, потому что будет экстреможение. А вот, которые переходят, они это не понимают, то есть как бы просто отсутствие какой-то элементарной ответственности даже. может быть, не привыкли еще люди, что у нас уже, наверное, скоро будет равнозначно, да, автомобильные дороги, железнодорожный транспорт. Мы тоже артерия, через которую проходит столько поездов, да, Владислав Сергеевич, это сколько, чтобы затормозить так вот тому же Сапсану? Ему нужно 2 километра 600 метров, чтобы остановиться со скоростью 220 километров в час и более. Это просто машинист физически не сможет даже среагировать на человека, который находится. Он будет подавать, естественно, звуковые сигналы, примет экстренное торможение, пассажиры понесут дискомфорт этого подвижного состава. Но чаще всего бывает так, что люди идут в наушниках, в капюшонах. Как вот мы говорили про дорогу, да, и не смотрят по сторонам. И никак не реагируют, а звуковые сигналы машинист регулярно подает в кривых участках пути, на подъезде к остановочным пунктам, постоянно подает звуковой сигнал. Я еду, обратите на меня внимание. Но, к сожалению, наши граждане забывают о чувстве собственной безопасности. Сколько случаев даже на пешеходных переходах происходит. Просто перебегают. Да, просто под поезд перебегают, вот я успею. Но они не понимают, что поезду секунда, он пролетает там 200-300 метров за секунду, а человек делает один шаг. И оказывается... И этот шаг бывает роковой. Вот, к сожалению, много случаев, Матвей Анатольевич, вот такого вот травмирования вообще по области, если брать 2020 год. Вот мы говорим, вот давайте вот хотя бы, может быть, к статистике прислушиваться. Вы знаете, цифры, они кажутся небольшими на первый взгляд, на самом деле они существенные. У нас 2020 год, 24 случая травмирования граждан подобного рода, непроизводственного травмирования. В 2019 году для сравнения было 29. То есть у нас на 5 случаев меньше. Это очень неплохо. Со смертельным исходом. 18. В предыдущий год, в 2019, было 23. Хотя бы незначительно, но снижение есть. Хоть какие-то жизни у нас сохранились. Несовершеннолетний травмирован один. Ну, так же, как и в предыдущий год. И он, к сожалению, со смертельным исходом. Здесь, кажется, там, ну, там 24, ну, это люди. 24 человека, это живые люди, в основном травмированные. Люди, там, от 20 до 45 лет. Это средний такой бывает. Постарше бывает, помладше. Есть единичные случаи, когда травмируются пожилые, которые просто не слышат. Чаще всего, очень большой процент, это люди в состоянии алкогольного опьянения. Мы с ЛОВД сейчас обсуждали, с Балагою и с Тверью. У нас состояние опьянения было 37% из травмированных. Когда человек переходит дорогу, ему... Нет, они просто оказывают... Бывают случаи, когда поезд выходит из-за негабарита, из-за поворота. Перед ним оказывается объект. В ряде случаев было даже так, что они обнаруживают и сообщают о неустановленном предмете. Начинает тормозить этот человек. Потом оказывается, что у него сильная степень концентрации алкоголя в крови, которая иногда оказывается где-то на грани предельной совместимости жизни. Но они в таком состоянии ходят. Они просто шли, замерли, уснули здесь же. И уснули здесь, да, именно уснули. В состоянии практически бессознательном. Таких случаев у нас за этот год, за 2020, вот в таком состоянии, было 4. И это не только по Твери. Это у нас, получается, участки Завидова, Реткина, Спирова, Дорошиха, Оленина в этом году. А там именно участок-то, он не напряженный, но там именно люди в алкогольном опьянении. Алина, а там если в час поезд пройти, а то и в два, да? Грузовые. Грузовые и то. Ну, там может пройти один-два поезда в сутки. Там действительно это серьезно, и на это обратили мы внимание. Очень серьезные переходы, которые вызывают проблемы. У нас же не только в Твери, у нас есть Вышний Волочок. Там та же самая проблема, там несколько мест таких. У нас есть, мы на прошлом эфире обсуждали вопрос травмирования несовершеннолетних. У нас есть место, это переход в Балагое, в районе Медведево, где там рядом школа находится. И детей, даже родители просто водят через этот переход. Надо отдать должное, что после того, как мы производим массовое освещение в средствах массовой информации, выходим в эфир на телевидении. До кого-то доходят. Снижается, да. Вот в 2019 году у нас было очень много в июле. Мы сделали несколько эфиров, вот так же, вот как сейчас. В августе не было ни одного человека. В прошлом году сделали, у нас снижение было. У нас на следующий месяц практически по области тоже был один человек, вместо того, что в предыдущий месяц было пять сбегов. Вот очень интересно. Это всё равно, что детям объяснять или родителям, что спички не надо. Да. Видимо, люди... Повторять, да? Повторять постоянно об этом. Да. Хотя получается, что мы каждый раз в эфир выходим с одной и той же информацией, но как только проходит предел памяти, люди опять начинают делать то же самое. И каждый раз мы говорим, что железная дорога – зона повышенной опасности, переход в неустановленном месте – это нарушение правил безопасности, и в том числе просто неосмотрительное поведение. Ваша жизнь важнее того времени, которое вы затратите на проход в установленном месте. При этом очень часто, например, на пролетарке есть переход – люди идут внизу. Есть переходы в районе Крупского моста – есть переход – люди идут внизу. на Завидово – есть переход, где поезда снижают скорость, люди идут с другой стороны, потому что зачем нам это надо. В Конаково то же самое, в Реткино, в районе Конаково есть такие участки, но там хоть движение чуть-чуть поменьше. Но получается, очень часто несанкционированные вот эти массовые переходы, они организуются, самоорганизуются людьми в тех местах, которые в 20-30 метрах, а то и вообще прямо под мостом. То есть в тех местах, где реально есть нормальные безопасные переходы. Это вот, да, вот, кстати, вот я вас перебью. Это о том, что вот мы ставили вопрос тоже, что делать вот с этим Краснополянным-то переходом. Не спасет ли вот этот пешеходный мост, который вот соорудить, ну, там нужна инициатива, инициатива власти. Вот, пожалуйста, у нас примерно, только что отремонтированный Крупский путепровод, да? Да. И что у нас? Люди также идут по низу. Не понимают, что это опасно. Не понимают, что есть определенные статьи КОАП, которые штрафы на них возлагают. Что это, прежде всего, их личное здоровье, жизнь. Что они показывают дурной пример своим детям. Даже с детьми мы сколько вот с полицией раз стояли. С колясками. Да. Мы им объясняем, девушка, ну, у вас же маленький ребенок, куда же вы идете? Здесь скорость движения 220 км в час. Поезд просто вас физически не успеет остановиться и не заметит. Это же вы подвергаете не только свою жизнь, но и жизнь, и здоровье своего ребенка. Мне здесь так удобнее. Здесь удобнее, быстрее, я на три минуты пораньше приду, а может быть, это переход, вот действительно, может быть, для кого-то переход с последним. Самое главное, что они при этом еще идут вечером своих мужей посылают, чтобы они сломали рамносельчатые ограждения, чтобы им удобно было пройти. Вот так вот бывает. Мы говорили, вот сейчас Матвей Анатольевич говорил относительно профилактической работы, вот когда вот говоришь, вот, казалось бы, уже вещи, которые набили оскомину. Но вам, наверное, вам также, Виталий Александрович, приходится сотрудникам полиции тем же самым заниматься, что, вот, как вот, наверное, Владислав Сергеевич сказал, не переходите, здесь опасно, вы можете погибнуть. Таким процессом с правами, вот. Мы ходим практически вместе. Мы все ходим в систему профилактики, все занимаемся вместе, все, как бы, не отдельно друг от друга. Это наша, как бы, работа и задача, чтобы уменьшить травматизм, и мы за безопасность людей, опять же, повторюсь, чтобы некоторые, там, ну, не думали, что полиция делает какие-то показатели. То же самое, вот, про коляску хочу добавить. В Вальдаре даже такие случаи, объявление со станции идет, следует высокоскоростной поезд, САПСАН, тут все равно человек идет. Вот, видит, что стоят сотрудники полиции, идет с коляской, говорит, зачем вы идете, вы не можете это, вот переход, вот это, я успею, я постоянно хожу. То есть ситуации иногда такие, ну, просто даже не подвергаются логике. У нас информационный повод, красная поляна, комсомольская роща, где люди, пренебрегая элементарными правилами безопасности, переходят, несмотря на то, что движутся и электрички с красной поезда, САПСАНы, да, несмотря на то, что там периодически туда приходят и сотрудники прокуратуры, и полиция, и представители РЖД, и заколачивают, и вешают элементарные какие-то предостережения, да, таблички, очень большие, наверное, таблички, чтобы уже никто не переходил. Да, Владислав Сергеевич, вот мы были там в середине января, вы сказали, что вы вновь заварили вот эти вот дырки в ограждении в заборе, и вновь повесили таблички. Да, верно. Вчера бригада заварила вновь появившиеся проломы рамно-сечистого ограждения, вывесили дополнительно информационные таблички с одной стороны, со стороны Красной поляны, со стороны микрорайона «Юность», который информирует, что нахождение на железнодорожных путях запрещено, это очень опасно, что внимание, порча имущества, что берегите свою жизнь. В районе восьми, девяти табличек с каждой стороны было вывешено, разного характера, чтобы предостеречь, донести до людей, что там очень опасно. Я думаю, что надо будет, Матвей Анатольевич, нам еще съездить туда, посмотреть, да, сделать репортаж и посмотрим на реакцию людей. Уважаемые друзья, у нас звонок, говорите вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, вас как зовут? Меня зовут Ольга Ниловна. Да, Ольга Ниловна. Был один грустный эпизод, когда я еще была в студенчестве и каталась на лыжах на Дрошихе. Умный человек, вроде бы я, была и в молодости, но, тем не менее, решила на лыжах перейти, тогда еще не было сапсанов, не снимая лыжи, перейти вот эти железнодорожные пути. Когда я только подошла, а там же действительно зигзаг, и не видно, когда едет поезд, и вдруг я вижу краем глаза, что движется вот этот состав, и я понимаю, что ноги, так сказать, наполнились свинцом, я не могу сделать никуда шаг ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад, и стоило неимоверных усилий вернуться на исходную позицию. Все. С тех пор я поняла, что умный в лужу не пойдет, умный даже лужу обойдет. И с тех пор, так сказать, сама действую совсем по-другому и другим предлагаю. Вот я слушаю умных мужей и понимаю, что люди настолько неразумные по своей сути и стремятся укоротить свою жизнь, поэтому, наверное, нужно использовать разные варианты для того, чтобы другой алгоритм действий стал приоритетным в этом направлении. Ну вот просто беседами, мне кажется, даже очень умными не всех затрудишь. Чем по вашему мнению можно восприниматься? Предлагаю. Ну, наверное, сделать видеоролики достойные, короткие и ясные в этом направлении, чтобы было очевидно, что вот зрительным вариантом воздействую на то, чем может это закончиться. Ну и вот надписи, может быть, они до этого были очень правильные и правозащитные, но тут, наверное, нужно пойти немножко другим путем. Ну, типа, красная поляна, зона отдыха, а не смерти, не спеши умереть, не будь потенциальным убийцей, пусть ваша жизнь будет более длинной и счастливой. Я не знаю как, но нужно, наверное, искать новые еще пути воздействия на психику людей. Да, спасибо за это. Спасибо вам. Спасибо, спасибо за это сразу, когда Ольга Ниловна сейчас сказала, что нужно по-другому. Я говорю, надписи остави, то надписи сделать кровью. Прямо так и хотелось. Как многие говорили, вот когда мы обсуждали этот вопрос, а давайте мы пустим электрический ток по этому забору, как вот раньше, чтобы животные не перебегали, как в некоторых государствах делается, и тогда никто точно уже эту дорогу переходить не будет. Тут уже до крайности можно тоже дойти. Ирина Лазировна, знаете, я сейчас смотрю, мы в одну сторону только направились, но на самом деле вот профилактика безопасности на объектах железной дороги, она у нас касается не только таких вещей. Мы же проверки проводим. Иногда бывают вещи, например, люди подскальзываются, травмируются. Вот сейчас мы реагировали на уборку снега, что это тоже способствует травматизму. И, кроме этого, у нас совместно, опять же, с железнодорожными организациями, не только с дистанцией пути, а и с держателями инфраструктуры, проходят проверки и просто профилактические осмотры с участием в том числе ЛОМВД России на станции Тверь-Балагой. С нами содержание платформ каких-то других объектов. И вот на одной из станций мы в прошлом году выиграли иск, сейчас строят пандус для инвалидов, что тоже важно, хотя это очень болезненная тема. Например, на платформе станции Жарковский отсутствовало покрытие противоскользящее. Мы выявляли, реагировали. Другие были аналогичные станции. Вот когда идёт вопрос на Пролетарке, мы выявляли тоже в ходе одного из обращений. Человек пришёл, он говорит, там остановка на платформе Пролетарская плохая, и асфальт разломан, можно просто упасть, свалиться. Мы на это реагировали, меняли асфальтирование, асфальтовое покрытие. Вот эти вещи, они, скажем, так идут совместно, потому что, соответственно, надо и проводить проверку, и чтобы выполняли те, кто содержит инфраструктуру. А с другой стороны, людям надо говорить, ну, смотрите, чтобы сами-то тоже берегите себя. Для вас делается, да? У нас ещё есть телефонный звонок, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вас как зовут? Светлана. Да, Светлана. Ваше предложение. Да, хотелось бы лучше бы всем вот таблички вешать, всё это закрывается, да, там заваривается. Мне уже 43 года, и мы всю жизнь туда ходили. Я маленькая была в школе, мы туда ходили. Уже бы, наверное, пора лучше бы, наверное, какой-то пешеходный крытый переход сделать. Там мангалы поставили. Идите, люди, отдыхайте. Но в большинство степени туда люди идут отдыхать, идут пешком отдыхать, чтобы погулять по лесу. И нет такой возможности. Идти вокруг через горбатый мост, это тоже, это там очень большое расстояние. И поэтому все сокращают, и потихонечку так ходят, ходят и ходят. И это уже вот на протяжении, не знаю, там... Ну, мы слышали, да, аргументы, что не один десяток лет. Светлана, скажите, пожалуйста, значит, вы за надземный пешеходный переход какой-то? Надземный пешеходный переход, оно просто необходим. Мы всей семьёй на лыжах. Пардоньте, на машине у нас, у нас не очень большая машина. И мы четвером поедем с лыжами, то есть это вообще нам... Мы вынуждены идти пешком. Как нам попасть туда, там сразу идёт лыжная, нужно нам пересечь линию. По-другому просто никак. Светлана, понятно, ваше предложение понятно. Давайте вот обсудим то, что вот мы сейчас услышали. Ну, видеоролики, да, наверное, люди учатся на отрицательных примерах, это ещё Монтейн говорил, да, что страх показать, что можно лишиться жизни. Ваше вот предложение вот наших телевизорителей. Ну, на самом деле, УАО РЖД регулярно крутит видеоролики. Они есть и на вокзалах, во всех поездах, высокоскоростных, обычных поездах. Все эти видеоролики, предостерегающие и правила нахождения на железнодорожных путях, они есть, они крутятся. Они... информационные стенды разных размеров, везде и на платформах находятся. Всё это. Вся эта работа ведётся, огромнейшая работа ведётся. Мы неоднократно с представителями ЛОВД выезжали в школы, проводили именно со школьниками беседы, с преподавательским составом, участвовали в собраниях классных, собраниях, общешкольных собраниях, где доводили всю информацию. И у нас, на самом деле, отношения людей, вот я вам скажу, по станции Завидова, мы очень большой объём туда влили сил своих, информации в школу, и результат виден. Что мы на последних рейдах с представителями ЛОВД и ФГП и прокуратуры, когда находились там, школьники, подходя, соблюдают все правила перехождения через железнодорожный путь. Ну, как мы учим переходить только на зелёный сигнал светофора, как переходить дорогу? Это с детского сада, конечно. Сказать, сколько лекций сделано? Да, 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 сколько? Ну, вот смотрите, прокуратура проводит ежемесячно по 2-3 лекции. Мы проводим их в Твери, в Балагое, в Оржеве. В учебных учреждениях и на предприятиях. У нас есть цифра только по органам внутренних дел. Это вместе ЛОМВД России на станции Балагое и ЛОМВД России на станции Тверь. За год 265 рейдов. В учебных заведениях Тверской области 574 лекции. Это органами внутренних дел. Ряд этих лекций у нас идёт в совместном мероприятии. В трудовых коллективах 39. Это по большей мере ЛОВД и прокуратура. Прокуратура больше в трудовые коллективы ходит. В средствах массовой информации это только ЛОВД 363 статьи. И, соответственно, у прокуратуры по безопасности в прошлом году у нас статей с дублированием около сотни. Вы включая ваши эфиры. Но это всё доходит до людей. Вот то, что мы сейчас перечисляем, вот эти цифры, это не просто так. Это как кто-то у кого-то в голове отложится. Уважаемые друзья, у нас есть ещё один звонок. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Представьтесь, пожалуйста. Нина Владимировна. Нина Владимировна, ваш взгляд на эту проблему? Погромче немножко, я плохо слышу. Да-да-да, ваше предложение мы слушаем. Вот какой вопрос. Я просто не сначала смотрю ваши передачи «Тверской проспект». Да. Но я живу на Петербургской шоссе 99 против областной клинической больницы. Да. Поэтому вот вы рассказывали, что там проходы хорошие. Лестницы, вот были снегопады, лестница не чистилась. Просто садитесь на детскую ватрушку и катайтесь туда. Вообще не чистилась. Кому принадлежит уборка этой лестницы? Понятно. Нина Владимировна, это как раз относится, да, Матвей Анатольевич, к тому, что вы меры прокурорского реагирования принимаете, чтобы очищать снег. Вообще, кому это, Александр Сергеевич, можете ответить? Извините, мы уже начали обсуждать ваши вопросы. Да, да, спасибо. Да, спасибо. Во-первых, нужно разобраться, где эта лестница находится, потому что у каждых искусственных сооружений свои границы. Может быть, это город, может быть, это ОАО и РЖД на балансе стоит. Тут нужно по каждому вопросу разбираться. Но чаще всего сейчас это находится в ведении городских властей. Непосредственно это нужно тоже людям обращаться и бить тревогу, да? Что мы тут говорим, если есть мост, а на него нельзя закарабкаться, да? Для чего он нужен? Мы на все обращения реагируем незамедлительно, как они поступают в наш адрес. Мы принимаем все исчерпывающие меры к приведению, если это, допустим, не очищен пешеходный тротуар. Таких обращений у нас не было, потому что все своевременно очищается. Мы за безопасность. И мы посыпаем, если даже что-то где-то не успели убрать, то антигололедными средствами все обрабатывается, чтобы люди безопасно переходили через железнодорожные пути. И за этим мы очень сильно следим. Как бы тут, не знаю, нужно просто с этим вопросом именно по этой лестнице разобраться. Давайте мы вот несколько слов о том, о предложении вот на нашей телезрительнице, радиослушательнице относительно все-таки пешеходного моста. Насколько это реально? Насколько это неутопично и насколько это необходимо? Вот Ольга, да, нам предложила? А Светлана, Светлана? В зависимости, во-первых, в правилах технической эксплуатации российских железных дорог прописано, что на высокоскоростном движении строительство пешеходных переходов в одном уровне запрещены, а надземных пешеходных переходов нецелесообразно через километр делать надземный пешеходный переход. Это ведь дорогое удовольствие? Ну, в районе 30-40 миллионов рублей это будет стоить. Ну, это, опять же, приблизительные цифры в зависимости от проекта, от условий. Это все варьируется. Мы сейчас говорим, что там есть недалеко, да, станция Дарашихи. Дарашихи, да, это пройти сколько там? Около километра. Около километра. И если там, то горбатый, тот же горбатый мост, да? Да, да. Где это можно пройти? Вот ваши пожелания, Виталий Александрович, вот как вы смотрите на эту проблему? Что еще нужно людям? Как донести до них? Ну, я внимательно выслушал, предложение-то со стороны людей, они дают свои, как бы оно хорошее предложение, там, мост построить, но исходя, как они исходят. Они не должны вникать в наши проблемы, они дают свои предложения. Я просто как бы хотел пожелать то, что закон у нас все-таки один, и как бы ответственность, она должна какая-то присутствовать, и что если в данном периоде моста там сейчас нет, надо как бы соблюдать правила, которые нахождения на железной дороге и также законодательства Российской Федерации. 600 метров, это 800, там, 800 километров, не такое большое расстояние, которое можно перейти. Я вот, например, даже хочу пример привести, что вот когда реконструкция Крупского моста была, изменили движение с южного моста спуск. Мне, например, тоже, я с южного спускаюсь, удобно сразу развернуться, однако я еду на светофор, жду, пока будет зеленый сигнал, после этого только разворачиваюсь. Я же соблюдаю эти правила дорожного движения, как, ну, большинство водителей, а здесь вот я понимаю, что удобно ходить, но если сейчас пока в данный момент нет такой возможности, надо все равно соблюдать. Как я уже до этого говорил, что подвергается опасность не только их жизнь, но и жизнь, ну, здоровье других граждан. Можно одним поступком перечеркнуть практически все. Я думаю, надо как бы из этого исходить. Да и всю жизнь, и свою, и своих близких. Матвей Анатольевич, а ваша, вот у нас программа подходит к концу, ваш взгляд на эту проблему, что делать дальше? Мы, соответственно, будем продолжать свою надзорную деятельность, принимать меры. В ряде случаев мы уже в муниципальные органы самоправления направляли информацию с предложением инициировать строительство на соответствующих местах. Переходы это у нас было в ряде случаев по районам. Это было по Ржеву, по Старецкому району. Возможно, здесь мы посмотрим, есть ли основания направить, потому что здесь это вопрос действительно финансовый, это вопрос диалога. Проверка у нас еще проводится, на которую мы выезжали. И самое главное, это разъяснять, разъяснять, еще раз разъяснять лицам, которые допускают это, что жизнь и здоровье, оно важнее двух-трех минут. Разъясняюсь, что вода камень точит в этой ситуации. Владислав Сергеевич, ваши пожелания жителям региона, вы непосредственно, вы сотрудник российских железных дорог, вы знаете, что это такое, какая махина движется, и с какой скоростью, и что это крайне опасно. Да, вот хотел продолжить, значит, УАО РЖД, значит, в 23-м году окончание строительства пешеходного моста на станции Реткин. Значит, проект уже есть, значит, работы уже начаты, подготовительные, потому что у нас там по пешеходному переходу тоже были бы случаи собственной неосторожности граждан именно под высокоскоростные поезда. И компанией УАО РЖД принято было решение построить пешеходный мост на этой станции. И политика компании – это безопасность граждан и находящихся на станциях, которые ездят в подвижном составе, которых мы перевозим с точки А в точку Б, чтобы они получали комфорт передвижений. А гражданам, которые нарушают, так сказать, законодательство и нахождение на железнодорожных путях, хочется пожелать, чтобы как можно меньше было таких случаев травмирования, и как можно меньше они находились на железнодорожных путях. Потому что это очень и очень опасно. Высокоскоростному поезду, как я уже говорил, два с лишним километра нужно, чтобы остановиться. Даже элементарно электричке нужно не менее километра, чтобы поезд остановился. Масса огромная, скорость высокая, и, к сожалению, ответственности родителей, чтобы родители доносили до своих детей, до своих коллег, мужей, знакомых, ту информацию, что на железнодорожных путях очень и очень опасно. Мы со своей стороны прилагаем максимум усилий и совместно с прокуратурой, и совместно с ЛОВД, и с охранными предприятиями пытаемся оградить граждан от этих проблем. Спасибо вам, уважаемые друзья, за участие в эфире. Я надеюсь, что к вашим советам и предостережениям наконец-то прислушаются, и будет больше разумных людей, проживающих в нашем регионе, и разумных гостей. Спасибо, здоровья вам, уважаемые друзья, берегите себя. До свидания. До свидания.